Как вы думаете, почему отвратить от собственного языка получилось только в Беларуси? Большинство моих знакомых против Лукашенко и Путина, но боятся родного языка, считают это насилием. Очень хороший вопрос, очень правильный. У нас шло возрождение языка, у нас было белорусскоязычное телевидение, белорусскоязычные театры, белорусскоязычная литература, газеты друковались по-белорусскому. И вот это не было некое повинное все, але ж было белорусскомовное асяродье. Бо, калі ты кожны день патылі бачы, не бачы, перадач по-белорусску, размову по-белорусску, ток шоу по-белорусску. Йон у тебе заходить, ты нават не зауважаешь як. Я вот доволі шмат гляжу украинска гатылі бачыне, я усе разумею и нават могу па-украинску нешта там сказать. Я ничога не вывучау наумысна, и оно у мене зайшло. Украинская мова у мене зашла. И тому ось гэта асяродье мае абсолютно принциповое значыне. Калі гэтага асяродье нема, но ты пачынаеш, нават калі вучыш, ти чытаеш, не як рабіць гэта наумысна. Гэта не інтегруецца ў тябе арганічна. Так вось гэта асяродье стваралася. Гэта асяродье было закрэслено Лукашэнкай. Закрэслено, перакрэслено Лукашэнкай гэта асяродье. И было зроблено протипоставленье российской и белорусской мовы. Хотя я не бачу у вогу ли проблемы ведать две мовы досконально. Вось не бачу. Вось тут у США, у Нью Хэвэне шмат людей, шмат людей, які переехали там, не веду, из Мексики. Я не веду эти ангельскую, и их дети, и шпанскую мову на одном и том же узровне. Их нема, я не переходять вот так. Нема ніякой проблемы. Так само у Квебеку. Люди ведут французскую, ангельскую мову на одном и том же узровне. Нема ніякой проблемы. У Казахстане большість веду российскую, казахскую мову. Без усиляких проблем. Там у Латвии, Литве, многие люди ведут латышскую, цялитовскую мову и русскую. Так само нема ніяких проблем. Я не бачу проблемы у 21-м стагодзі знать две мовы. У вогу ли у 21-м стагодзі ты павинен знать 4 мовы. Як минимум, калі ты нормальний, аддукованный чалавек. 4. Володы чатырмя мовамі. Тому гэтае супрадстояння, супрадпоставлення было штучным. Я памятаю Херсон. Осью, город Херсон. Які зараз купаваны, які зараз, я так лечу, павинен быць свабодны ад російських загарбніков. Я 18 год приїжжал на театральний фестиваль ў Херсоні. 18 год запор. 18 год. Так ось ў перші годы, ў перші 5-6-7 годы, гэта був русскомовны, тотальна русскомовны город. Татальна. Алеш, вось украінская сяродзя, украінскі каналы, украінскіе ксёншкі, украінскіе газэты, яны пачалі пакрыху мяняць гэтую сітуацію. Без ўся лякага насілля. І ўже ў апошніх гады, гэта був украінскамовны город, ў тыма сяродзя, дзе я был, шмат людзей размовляў па-украінскі. У гатэль, куды мені селілі, ресэпшын размовляў па-украінскі. У шмат яких крамах людзі размовлялі са мной па-украінскі. Арганічна. Гэта патрэбіўся час. Ну, відь, восьмнадцать годов шмат шасу. Олег, гэта був такі органічны працес. Усь гэта органічны працес був перакреслений Лукашэнка і восемь-всё. Просто нэлзя противопоставлять. Зачем противопоставлять? В современном міре, чим більше языков ты знаеш, тим лучше. Нельзя говорить, что если будет беларуский язык, будет запрещен русский. Или будет, если русский, должен быть запрещен беларуский. Надо ставить стандарты знания нескольких языков. В двадцатые-тридцатые годы в Беларусі було четыре официальных языка. И люди знали многие. Ну, если даже не четыре, то три знали точно. Русский, беларуский, польский и идиш. Вот и все. Поэтому пугают противопоставлением, пугают насилием. Насилие быть не должно. Должна быть абсолютно беларускоязычная среда. Везде и во всем. Среда. И когда ты попадаешь в эту среду, ты вынужден существовать по правилам этой среды. Если у тебя телевидение по-белорусски, радио по-белорусски, интернет по-белорусски, магазины, ценники по-белорусски, пресса по-белорусски, не знаю, документы по-белорусски, ну, ты вынужден. Хочешь, не хочешь, ты прекрасно будешь его знать. И им пользоваться. Так. Шустрово. Слушайте, я сейчас в Латвии, есть пару местных знакомых, они латвийский язык не знают, просто учились в русской школе. Но я знаю тоже людей на Брайтон-Бич в Америке, которые английский не знают и живут. Или там в Чайна-Тауне, знают только китайский. Бывает и так. Но это... Что в этом хорошего? Что в этом хорошего? Что люди не знают языков? Мне кажется, это просто, ну, неприлично уже в 21 веке быть настолько темным и глухим, не знать языков. Особенно, если ты живешь в стране и знаешь, что у этой страны есть ее национальный язык. Ну, как это так? А что ты там живешь? Вот маленький пишет. Андрей, придет в наше время, время настоящих белорусов, вернем и язык, и суверенитет. Ну, с вами абсолютно согласен. Аркадий пишет. Российская мова навязана русскомовным культурным осяродием. Культурно-белорусском не шматно, певно. Да, да. Поэтому, видите, украинцы сделали очень просто. И то, что я предлагал сделать. Начните дублировать голливудские фильмы на белорусский язык. Вот просто продублируйте все эти Марвел, всех этих супергероев там, да, всю эту вселенную Марвел на белорусский язык. В кинотеатрах показывайте. Белорусский дубляж. Всех голливудских фильмов. Просто вот такой стандарт делайте. Все. Вы не представляете, это будет в тысячу раз мощнее там пропаганда белорусского языка, когда голливудские звезды будут говорить с экрана с тобой по-белорусски, чем все остальное вместе взятое. Есть простые вещи, но это важные вещи. Это очень важные вещи. Так, Андрей, вы уже знаете финский язык? Я еще не знаю финский язык. Я знаю отдельные слова по-фински. Финский язык за такой короткий срок, наверное, не выучишь. Но я скажу, что я не являюсь гражданином Финляндии и не собираюсь там оставаться. В Финляндии. Я белорус, и собираюсь жить в Беларуси. Я, так сказать, турист, гость, не знаю, работник, можете меня назвать, преподаватель, артист, который просто проживает в каких-то разных странах. Сейчас я вообще в Америке. Так. Возь пишет. Шарк. Скадана размовлять по-белорусску? Скалю, все же, терзумовлял по-россейскому. Олег, это не значит, что не требует шиться, особливо, коли ты сам белорус. Ну, это так изразумело. Повинен улучшиться, повинен читать больше по-белорусскому, слухать. Я слухаю шмат интервью по-белорусскому. Мне вельми подобается, там, коли вас на евро радовать, где люди разговаривают по-белорусскому. Так. Я, я. Самое интересное, я живу за границей, здесь украинцы и белорусы, все говорят на местном языке, а русским он очень плохо дается. Они все рассказывают, что им просто не нравится, поэтому не учат. Ну, ну, вот такие, значит, люди. Вось племянники у Латвии в училище в русской школе володует латышским, латышской мовой добра. Ну, отлично. Ну, отлично. Замечательно. Повторяю, я считаю, что в 21 веке надо знать языки. И я преклоняюсь перед людьми, которые знают их там больше трех. Продолжение следует...